Рейды по выявлению незаконных подключений сотрудниками сочинских электросетей проводятся регулярно. На граждан, которые решили пользоваться электричеством бесплатно, составляются акты, а адреса домовладений вносятся в чёрные списки. Так, например, в ходе проверок в Адлерском районе специалистами были обнаружены два незаконно подключенных дома на улице Николаевская. Картина обычная – хозяев либо нет дома, либо они просто не хотят идти на контакт. Но факт незаконного подключения очевиден. Акты о нарушении хозяину передали через соседи, но одними документами не обошлось. На место была вызвана бригада для отключения линии. А вот хозяин этого дома прятаться и не думал. Анатолий Васильев спокойно пропустил представителей электросетей во двор и показал, что свет поступает от приобретённого генератора. И незаконно подключаться он не будет. Тем более, что несколько дней назад электрики уже приходили с проверкой. У нас всё было вот так вот отключено. А провода этих шли сюда. К вам претензий нету. Ежемесячно сотрудники сочинских электросетей выявляют десятки незаконных подключений. Только с начала года таких случаев насчитывается более 600. Казалось бы, простой наброс на линию может только слегка повлиять на качество электроэнергии. Но всё намного сложнее. Выявлены факты потребления на сумму более 500 миллионов рублей. То есть полмиллиарда рублей потребители забрали. Добросовестных фактически отняли эту мощность добросовестных потребителей. Эти деньги, их невозможно вложить сегодня в какие-то новые оборудования, в новые трансформаторные подстанции, в новые линии. Это один момент. Но очень важно, что в результате бездоговорного потребления растёт неконтролируемая нагрузка на сеть. В итоге случаются аварийные отключения. Если договориться о предоставлении услуг по подаче электричества на законных условиях невозможно, то такие ситуации разрешаются путём отключения линии и дальше уже в судебном порядке.